Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Ольга Товпека, руководитель фольклорного ансамбля «Горница» детской школы искусств номер 7. Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, Ирина! Ну, насколько я знаю, традиционно 24 мая в Рязанском Кремле пройдет концерт Тысячного сводного хора Рязанской области, и вы в нем принимаете участие. Но я так понимаю, что это немного не ваш жанр, там же все-таки академические произведения исполняются. Почему вы принимаете участие уже не впервые? Да, совершенно верно, Ирина, вы сказали. 24 мая мы с удовольствием в пятый раз примем участие в сводном Тысячном хоре Рязанской области. Пение – это наиболее доступный жанр музицирования. Коллективное творчество, оно вдохновляет людей, оно объединяет людей. И занимаясь фольклорным пением, мы с удовольствием с детьми изучаем репертуар и такого направления. Потому что песни советских времен, они написаны с душой, они прекрасны, они удивительны по содержанию. Ребятам очень нравятся знакомые мелодии из мультиков, которые они смотрят в детстве. И вот это вот какая-то новая струя, тем более в окончании учебного года, когда уже детки подустали, и нагрузка в школе, нагрузка в музыкальных школах, в других кружках. С удовольствием мы берем в репертуар эти песенки, разучиваем их и принимаем участие в Тысячном хоре Рязанской области. Правильно я понимаю, что для детей это все-таки что-то новое, необычное, непривычное. Насколько легко им даются новые жанры, выступления вот на таких открытых площадках? Наверняка же они тоже отличаются от каких-то концертных залов. Безусловно, детям очень нравится. Дети все воспринимают с восторгом, и я тоже это все воспринимаю с душой и с трепетом. Потому что вот такие вот массовые мероприятия, они очень интересны, они масштабны, они объединяют людей, они объединяют детей. Соединение духовного и светского тоже имеет очень большое значение. Ведь мы деткам тоже рассказываем, что это за праздник, кто такие Кирилл и Мефодий, почему День славянской письменности. Они должны знать историю своей Родины, они должны нести традиции в народ. И я считаю, что вот с проведением таких вот масштабных мероприятий возрождаются традиции России. Ну вот все-таки по поводу условий, в которых вы выступаете, это открытая площадка. Там, наверное, ведь все как-то по-другому слышится, по-другому воспринимается. Как вообще дети, насколько легко адаптируются к таким условиям? Вы правы. Конечно, выступление в концертном зале, оно отличается от выступлений на свежем воздухе, на открытом воздухе, на открытом пространстве. Так как у нас есть опыт выступлений в условиях открытого пространства, в общем-то мои дети, дети моего ансамбля, довольно-таки привыкшие к таким выступлениям. Но все равно вот эта вот массовость, вот эта вот масштабность, конечно, где-то детки могут и растеряться. Но тут я хочу сказать, что профессиональная команда Рязанской филармонии, а также звукорежиссер, работают прекрасно, и поэтому и звучание всегда хорошо слышно, и детки друг друга слышат. Но стараемся работать в этом направлении, чтобы не теряться. Это также для нас новый опыт концертных выступлений. За какой период времени вы начинаете готовиться, продумывать репертуар, репетировать? Ну, где-то это происходит в течение месяца, двух месяцев. Каждый год репертуар у вас разный? Меняется, когда-то бывает повторяется. Прошлые годы был репертуар более обширный. Мы пели песни и о родине, любимые песни моих детей, у моей России длинные косички. Вот, это же тоже, вот эти вот песни, они развивают чувство патриотизма, чувство любви к родине, к нашему народу. Развивают национальное самосознание, формируют национальное мышление, а также способствуют развитию духовно-нравственных качеств ребёнка. Тем более, что подростковый возраст – это довольно-таки сложный возраст. И, в общем-то, заставлять не приходится. Отрадно то, что они делают это с удовольствием, откликаются всегда на такие мероприятия. И очень радостно то, что дети имеют возможность выступить на одной концертной площадке с профессиональными музыкантами. Это же губернаторский симфонический оркестр, это же рязанский народный хор, это же капелла, это коллективы из области различные, взрослые, профессиональные, любительские. Поэтому это тоже очень ценный опыт для нас. После выступления наверняка дети делятся с вами своими впечатлениями? Безусловно, делятся. Нам нравятся, какие яркие впечатления остаются после таких выступлений. Во-первых, с каждым годом увеличивается количество зрителей. Вот в прошлом году уже их было невероятно много, так что люди даже не то что сидели, стояли и никак не умещались, и всем хотелось подойти поближе и посмотреть. Отрадно то, что вот эти вот песни подпевают все зрители, практически все. Гимны Российской Федерации поют все. Песни вот эти вот знакомые тоже все подпевают, все стараются тоже принять участие в этом тысячном хоре, он уже увеличивается, он уже становится не тысячный, а намного больше. Тоже отмечали, не один раз с детьми замечали, накануне, за два дня, за три дня, может быть, пасмурная, плохая дождливая погода. Но в этот день всегда солнечно, светло, ясно, и вот как-то вот радостное, такое праздничное действительно настроение. С удовольствием и гуляем в Кремле, и общаемся, и фотографируемся. Родители очень откликаются на такие мероприятия, они с удовольствием приходят, тоже вместе с детьми, может быть, вспоминают свои школьные годы, потому что они воспитывались на этих песнях, которые мы с детишками сейчас поем. А в этом году вы что исполните? Есть что-то новое? Это мультфантазия Владимира Шаинского, «А то улыбки станет всем светлей», «Теперь я чебурашка», «Чунга-чанга». Ну, такие замечательные песни, которые, в общем-то, с детьми даже и разучивать не надо, они их подпевают с удовольствием, где-то там слова подкорректировали, и, в общем-то, все у нас уже в порядке. А сколько участников вашего ансамбля и какой возраст, ребята? В этом году принимает участие 20 человек возраста от 12 до 15 лет. Вообще, на сегодняшний день, насколько охотно дети сами идут именно в фольклорное творчество? Или все-таки чаще родители их приводят и наставляют вот на этот путь? Конечно, изначально приводят родители, и тоже это отрадно, что родители понимают ценности нашей традиционной культуры, возрождение нашей традиционной культуры. Я в своей работе использую непосредственно региональный фольклор, то есть мы в основном исполняем произведения Рязанской области. Конечно, очень хорошо, когда детишки приходят в возрасте 4-5 лет. Тогда с ними легко начинать, заинтересовать ребенка и далее уже развивать все его способности и таланты. Но даже если ребеночек пришел несколько позже, все равно прикладываем усилия, чтобы развивать его таланты, способности, заинтересовывать и мотивировать к дальнейшим творческим изысканиям. Насколько я знаю, Рязанская филармония за активное участие в этом мероприятии наградила ваших учениц поездкой в Артек. Все верно? Да, это была удивительная поездка. Ребята возвратились с потрясающими эмоциями от творческой смены, от совместных концертных выступлений. Это был сводный хор России, детский сводный хор. Вот если День славянской письменности, участие среди взрослых коллективов, да, у нас детки поют вместе со взрослыми, то в Артеке это был сводный хор детей из разных регионов России. Детей профессиональных, детей одухотворенных. Поражала вот эта вот массовость, любовь к песне. Чисто звучало двух-трехголосие, были очень профессиональные руководители, были интересные репетиции, утомительные репетиции. Они уставали, но они знали, ради чего это делается. И когда на концертные выступления приходили детки из других лагерей, в Артеке там много лагерей, они воспринимали очень тепло. По аплодисментам, как говорили девочки, было слышно, насколько вот детям, которые, в общем-то, может быть, даже и никак не связаны с музыкой, да, с каким-то творчеством, насколько они тепло реагировали на выступление вот этого сводного хора России. Скажите, а из года в год принимает участие вот один и тот же состав, или вы стараетесь вводить новых ребят? Нет, конечно. Детки выпускаются, детки подрастают, приходят новые. У нас постоянно коллектив обновляется ежегодно, причем обновляется даже так вот на одну треть. Деткам интересно даже те вот, которые подрастающие, но они смотрят еще на старших. Это тоже важно, преемственность в коллективе, когда младшие ветки смотрят на старших и стараются им подражать. Но наверняка ведь волнуются. Как вы им помогаете справиться с волнением? Ну, во-первых, вот мы с вами говорили о выступлении в концертном зале и на свежем воздухе. Вот. Мы руководители деткам объясняем, что самое главное в песне – это слово. Если зритель не понимает слово, песня становится ему неинтересна. Очень большое внимание мы уделяем артикуляции, произнесению слова. Вот это ощущение открытого пространства, и кажется, что ребенок себя не слышит, и он пытается петь громко, а в итоге получается крик – это неправильно. Мы, педагоги, объясняем, что чем больше будешь стараться петь громче, тем тише будет получаться. Поэтому самое главное – произносить четко слово, чтобы был ясен текст. Вот. А мелодия, она сама уже польется. А потом работа звукорежиссера, еще раз повторюсь, она тоже немаловажна. Ну, ведь, наверное, когда вот видишь перед собой такое количество народа, я не знаю, мне, наверное, было бы очень страшно. А вот куда они смотрят? У вас есть какая-то… Кто-то смотрит в зрительный зал, кто-то пытается найти своих родителей. Тоже мы, руководители ансамблей, коллективов, объясняем, что этого делать нельзя. Если это академический хор, там все намного проще, детки смотрят на дирижера. Так как у нас фольклорный ансамбль, мы работаем без участия дирижера, кто-то смотрит поверх зрителей, кто-то смотрит на зрителей, даже вот, может быть, в глаза зрителей, кому как удобно. Самое главное, чтобы низко голову не опускали, не смотрели в пол и высоко не поднимали, потому что тогда зажимается голосовой аппарат и портится качество звука. Они, получается, только поют или они еще играют на чем-то? У нас в музыкальной школе, наша детская школа искусств номер 7, у нас музыкальное отделение, мой отдел называется музыкальный фольклор, а самое главное у нас фольклорный ансамбль и сольное пение, сольно-народное пение, а также у них еще есть предметы народное творчество, сольфеджио, музыкальная литература и обязательно инструмент, либо народный, либо фортепиано. Нет, а я имею в виду вот именно на выступлении тысячного сводного хора? Нет, ничего, мы только-только поем. Только поете, да. Совсем немного времени остается до очередного выступления. Мы должны обязательно сказать главное, что сводный тысячный хор Рязанской области состоялся, успешно функционирует и радует зрителей благодаря заслуге управления культурой администрации города Рязани. А детский сводный хор ежегодно выступает в составе тысячного хора Рязанской области благодаря руководителям учреждений дополнительного образования и педагогам. Это Новомичуринская детская школа искусств, Пронская детская музыкальная школа, детская музыкальная школа номер один города Рязани, детская школа искусств номер один, детская школа искусств номер четыре, детская школа искусств номер семь, детская музыкальная хоровая школа номер восемь, а также двадцать шестая специальная общеобразовательная школа. Низкий поклон педагогам и, конечно же, управлению культурой, которое дарит нам такой праздник. Ну, наверняка все рязанцы знают об этом мероприятии, но, к сожалению, не все на нем бывали. Может быть, пользуясь случаем, пригласите? Конечно. Уважаемые жители города Рязани, гости нашего города, приходите обязательно в Рязанский Кремль, в сердце нашего города. 24 мая, в 18.00 состоится наш очередной замечательный праздник – День славянской письменности. Ольга, спасибо большое, что сегодня нашли время к нам прийти. Мы желаем вам хорошего выступления и хорошей погоды в этот день. Спасибо вам большое. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова